Комплекс вопросов, относящихся к бюджетной политике, озвучила заместитель главы Анапы Яна Дуплякина. На 7 декабря назначены публичные слушания, на которых рассмотрят главный финансовый документ города-курорта на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. До утверждения бюджета на будущий год необходимо разработать программу по градостроительной политике, считают депутаты. Она позволит предусмотреть средства на изменения генерального плана. Глава Анапы прокомментировал это предложение. Абсолютно правильно вы говорите, что нам сегодня, городу-курорту Анапа, нужны изменения в генплане. Мы это знаем и вы все это знаете. Но для того, чтобы вносить изменения, мы сегодня нарабатываем все вопросы, те, которые нам нужно включить в изменения. Сегодня есть порядка, наверное, 150 вопросов по архитектуре, около 50 у нас. То есть мы сейчас формируем такую, грубо говоря, базу, то, что нужно изменять. Мы не можем по 10 раз его там вносить изменения в генплан, потому что не так просто его сделать. Поэтому заверяю вас о том и всех депутатов, что изменения будут внесены. Депутаты совета согласовали на должность главы администрации Анапского сельского округа кандидатуру Владимира Грязнова. Владимир Павлович, житель Анапской, имеет опыт хозяйственной деятельности. Заверил депутатский корпус в своей готовности приложить усилия на благо жителей сельского округа. Желание работать есть, но это на самом деле очень большое, практически 300 тысяч населения. Много муниципальных учреждений бюджетных, депутаты, депутаты все очень активные, поэтому работы предстоит много. Прошу поддержать кандидатуру и вам, конечно, терпение. В завершении сессии депутаты рассмотрели и поддержали обращение к руководителям предприятий, осуществляющим жилищное строительство на территории города-курорта Анапа. Оно будет опубликовано в ближайшее время. Никита Бойко, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа. Регион.